Почти во всех районах Новосибирска появятся платные парковки. Теперь это уже вопрос времени, поскольку решение принято, и уже в октябре может быть объявлен тендер. И сегодня разработчики системы, которая действует в Москве, рассказали и показали мэру, каким образом будет организовано парковочное пространство, как работает паркомат. Чиновникам понравилось, а вот корреспонденту Вадиму Муравьеву нет. Он не понаслышке знаком с проблемами такой парковки. Учить сибиряков парковаться призвали москвичей. Столичные гости точно знают, что нужно Новосибирску. Платные парковки необходимы городу по нескольким причинам. Первая и основная причина – это наведение порядка на дорогах. Нынешняя ситуация – паркинг стихийный. Обочины уставлены машинами. Кое-как, но улица едет. А теперь устраиваем платную парковку. Готово. Обочины свободны, для проезда доступны все полосы. Чиновники могут смело рапортовать. Заторы побеждены. Только вот куда делись машины, которые еще вчера здесь стояли бесплатно? Они все на прилегающих мелких улицах, где по-прежнему можно парковаться бесплатно. По цепочке встает вся округа. Об этом новосибирскому мэру разработчики решили не рассказывать. Зато о системе оплаты в подробностях. Даже демонстрационный паркомат установили. Изготовитель данного паркомата проводил испытания в условиях низкой температуры до минус 20-30 градусов. Да, 40 интересует. 40 интересует. И ниже. Популярный способ оплаты при помощи специального приложения на телефоне или смс-сообщением. Правда, в этом случае нет ни одного документа, подтверждающего внесение денег. А еще все будет зависеть от оператора мобильной связи. Ни этот столб с кнопками, ни мобильный телефон не позволит заплатить без подключения к интернету. А наличный паркомат не принимает. Но удобно будет всем, вторит мэр-разработчикам. Мы увидели, действительно, что практически реализуется проект платных парковок. Удобно, быстро, ну и, наверное, выгодно для автолюбителей. Вот это очень важно. Автолюбители почему-то не согласны. Для чего она здесь? Чтобы людям было удобнее, да? Ну, правильно, бросить деньги. А тут неудобно, людей спросили. Спросили московских бизнесменов. Они готовы за свой счет установить все необходимое оборудование. Ну и, конечно, забирать львиную долю прибыли. Остальное в бюджет. Цена вопроса – несколько десятков миллионов рублей. Сколько час парковки будет стоить для автовладельцев – вопрос вроде бы как открытый. 60 рублей – ну, это вообще приемлемая на наш… Ну, так, на первый взгляд это приемлемая цена. Ну, посмотрим. С 60 рублей в час начинала и Москва. Сейчас – 130. Между тем, как не платить за парковку, но и при этом избежать штрафа, придумали жители городов, где такая система введена уже давно. В Москве и Санкт-Петербурге никто из автолюбителей не выходит из машины без компакт-диска. Им вот так вот закрывают несколько цифр номера. Фиксацией нарушения правил парковки занимается специальный автомобиль – Паркон. Он оснащен видеокамерой. Таким образом, естественно, распознать, что за машина невозможно. Почему именно компакт-диск, а не, например, бумажка или лист от дерева? Дело в том, что компакт-диск нельзя признать за мусор. Он является настоящей материальной ценностью. И убрать его, то есть прикасаться к нему никто не имеет права. Вадим Уравьев, Максим Федосеев. Новости РНТВ. Новосибирск.